Всем привет, с вами снова Кайнда Медиа и очередной выпуск типа новостей. В этом выпуске вы узнаете, кто купил игроманию, артефакт окончательно умерла, какие еще игры стали эксклюзивом Epic Game Store и многое другое. Запасайтесь чайком да печенюшками, ведь мы начинаем! Наконец-то стал известен тот самый таинственный покупатель медиаресурса Игромания, которым оказался не менее крупный на данном рынке ресурс Канобу. И сразу развеем опасения фанатов Игромании насчет ее смерти или слияния. Несмотря на то, что издательство становится одной компанией, они продолжат развиваться отдельно, как и раньше. Кроме того, по словам Гаджи Махтиева, основателя Канобу и новоиспеченного совладельца Игромании, возможно, на прилавке магазинов вновь вернется печатное издание журнала. Возрадуемся же и понадеемся, что подобное сотрудничество не решат пересмотреть. А то кто его знает. Как сообщила компания Microsoft, сборник Halo The Master Chief Collection все же заглянет на просторы ПК Боярд. Правда, пока без каких-то конкретных сроков выхода. Что самое интересное, выйдет он не только в Microsoft Store, но и Steam. Хоть тут магазин эпиков остался неудел. Одно но. Полный сборник выйдет не сразу, а будет постепенно пополняться, дабы избежать различных проблем на старте. Начнут майки с выпуска Halo Reach. Эх, а ведь когда-то ради подобного и покупали Xbox. Настал тот день, когда EA наконец-то представила свой вариант Королевской битвы в условиях Второй мировой. Пока что по трейлеру все выглядит довольно интересно, а что самое главное, динамично. Однако неадекватно большое количество тракторов немного пугает. Мы же не грядки сюда пришли копать. Или нет? Пока непонятно, насколько популярным окажется режим, учитывая обилие успешных, а что самое главное, бесплатных конкурентов. Но факт остается фактом. Огненный шторм ворвется в BF5 уже 25 марта. По сообщению новостного агентства Reuters, EA решила перестраховаться и купить рекламу Apex Legends у самого популярного на данный момент стримера Ninja. А теперь внимание! Он получил 1 миллион долларов за то, что он один раз сыграл в Apex Legends и несколько раз упомянул ее в своем твиттер-аккаунте. И что неудивительно, Ninja отказался комментировать данную ситуацию. Интересно почему? Что-то давненько мы не говорили об артефакт, не находите? Ну что ж, спешим исправиться и сообщить, что Valve расторгла контракт с главным геймдизайнером игры Ричардом Гарфилдом и его командой. Что самое интересное, Гарфилд и еще один разработчик Скаф Элиас в прошлом участвовали в разработке культовой Magic the Gathering. Однако этот опыт им не особо помог, так как им постоянно ставили палки в колеса. Причиной подобного решения послужило плачевное состояние артефакт, игроки которые покидают проект в геометрической прогрессии. На данный момент онлайн игры составляет менее 1% от стартовых 60 тысяч игроков. Пока непонятно, ставили подобное решение жирной точкой в жизненном цикле артефакт. Но уже сейчас на вопросы геймеров, а занимаются ли игрой вообще, разработчики не дают никаких комментариев. Про запланированное мартовское обновление тоже давно ничего не слышно. А как считаете вы, наставили конец коллекционной карточной игре от Valve? Делитесь мнением в комментариях под видео. На днях в официальном твиттере Gearbox вновь появился тизер, готовящий людей к анонсу некого проекта на PAX 2019, который вот точно-точно недолгожданная многими третья часть Borderlands. Людей сразу привлекла цифра 3 на билборде и до более знакомый визуальный стиль серии Borderlands. Возможно это всего лишь троллинг от разработчиков, но будем надеяться, что уже 28 марта на стенде Gearbox нас ожидает громкий анонс. Что интересно, помимо очередного намека на третью часть Borderlands, еще появился анонс и некого нового проекта студии, который продемонстрировал нам полуразобранного робота на операционном столе. Полное непонимание фанаты ринулись расспрашивать Gearbox об этом, на что получали лишь довольно забавные гифки с роботами. До начала PAX 2019 мы вряд ли узнаем больше о данной игре, поэтому ждем и готовимся терять нижнюю челюсть от предстоящих анонсов. В очередной раз Epic Games Store пытается показать всем вокруг, что Steam сосед в войне игровых сервисов. Делают они это, выпячивая на пока свой ворох разномастных эксклюзивов, который пополнится новыми громкими именами. Solar Ash Kingdom, новой игрой от создателей Hyper Light Drifter, анонс которой произошел буквально на днях. Phoenix Point, духовным наследником XCOM и наконец Borderlands 3. К слову, лично глава студии Gearbox заявил, что ему без разницы, где продавать игру, ведь PC это PC и неважно в каком магазине игра. Кажется, совсем скоро Epic Games Store вновь захлестнет волной фанатского хейта. Хотя постепенно все уже должны привыкнуть. В любом случае, удачи им там. Universal Studios выкатила на суд общественности первый трейлер картины Doom Anigiliaция. Очередную подмену брутальной франшизы с не менее брутальным главным героем на очередной фемоотряд пользователи не ценили. Что неудивительно. Трейлер уже посетило множество фур с дизлайками, а сам фильм называют не более чем слитый в сеть первоапрельской шуткой. Также пользователи отметили слабый визуальный ряд, который больше походит на очередную пародию Brothers или Pornhub, нежели на полноценный фильм. А может это она и есть? Дата выхода этого поистине адского плевка в фанатские души пока не оглашается. Ну а теперь отойдем от печальных новостей и обратим свой взор на дебютный трейлер нового Аладдина, который словно по велению волшебной лампы пришел, дабы украсить собой весенний период. Он был довольно тепло принят пользователями, да и в целом все смотрится довольно интересно. И что самое удивительное, теперь даже Уилл Смит в роли Джина смотрится в картине крайне добротно. Согласитесь, было бы странно, если бы Гай Ричи внезапно допустил промашки в касте. Фильм посетит большие экраны 25 мая этого года. Отдельной вишенкой на торте сегодняшнего выпуска стал долгожданный новый трейлер фильма Мстители Финал, он же конец игры, он же Avengers Endgame. И о чудо, трейлер почти полностью состоит из новых кадров. Тут все как мы любим. Ураганный экшен, любимые герои за гранью отчаяния и горы пафоса. Поэтому досмотрите ролик до конца и бегом открывайте новые трейлеры, если вы еще этого не сделали. Только осторожно, не получите от восторга сердечный приступ. Мы вас предупредили. В России фильм выйдет 29 апреля. Может сгонять в соседние страны, посмотреть его пораньше. И вот на этой эпичной ноте мы с вами должны были попрощаться. А нет. Сейчас мы закончим старый конкурс и начнем новый. Но перед этим у меня есть к тебе просьба. Вот прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик, дабы не пропускать новые ролики. Сделал? Отлично. Пятая часть Devil May Cry уже заждалась своего победителя. Вы прислали множество интересных вариантов едких шуток, но именно Ферг Шнайдер смог растопить наши сердца комментарием, который вы прямо сейчас сможете видеть на своих экранах. А теперь по традиции мы начинаем новый розыгрыш на один ключик ПК-версии второй дивизии. Условия остаются прежними. Подписка на канал, лайк под этим видео и комментарий, в котором вы должны написать, какая темная зона самая темная. Авторы лучшего комментария получат от нас копию игры. И не забудьте, что для определения того, подписаны ли вы на наш канал, ваш профиль ютуба должен быть открыт. Обязательно заходите на наши прямые трансляции, ссылочку вы найдете, как обычно, в описании. Там много всего интересного, а еще мы всякие ништяки раздаем. На этом у нас все. С вами была Кайнда Медиа. Всем удачи и пока. Вы прислали множество интересных вариантов едких шуток. Но именно... Феркшнайдер. Ну тут так написано. Обязательно. Сосите лапу. Че я хотел сказать? Я в формулировку думаю, я понимаю, в чем должен быть смысл. На этом у нас все. С вами была Кайнда Медиа. Всем удачи и пока. Всем удачи и нахуй.